Всем привет, с вами Бойко Алексей и это вторая часть видео ответа на вопрос Олега Грищенко по поводу, до этого я отвечал по поводу роутера, сейчас по поводу настройки Wi-Fi. Первое что я хочу сказать, что настройка Wi-Fi, вернее ошифрование Wi-Fi должно осуществляться по технологии WPA2 или WPA2. То есть это наиболее современное, наиболее сильное шифрование, а все которые до этого существовали, их в принципе уже можно легко взломать, поэтому это считается наиболее надежной технологией для шифрования Wi-Fi. Это первое. Следующее это сильные пароли, необходимо устанавливать, сильные пароли нужно установить как для входа в роутер, так и для Wi-Fi. Я уже не говорю конечно о всех других паролях, которые вы используете на сайтах и так далее, везде нужны сильные, но мы сейчас говорим о Wi-Fi, то есть на роутер обязательно сильный пароль и на Wi-Fi. Что такое сильный пароль, чем он отличается, какой сильный, какой слабый, как сделать сильный и как их все легко запомнить. То есть на эту тему у меня есть специальный бесплатный тренинг «Как навсегда решить проблему с паролями». Этот тренинг бесплатно, я предлагаю вам зарегистрироваться, то есть вы можете прям нажать на эту большую красную кнопку, перейти на сайт, там будет точно такая же кнопка, нажимаете на нее и регистрируйтесь. Все это бесплатно. Проходите тренинг, проходите тренинг и вы будете знать как решать проблему с паролями, как их делать такими, чтобы они легко запоминались, чтобы они помимо того, что они легко запоминаются, они еще и были очень сложными и их невозможно было взломать. Все это вы узнаете на этом тренинге, который вы можете потом использовать для шифрования, для сложных паролей на Wi-Fi и на установке его на роутере. Ну и последняя часть и в принципе самая надежная – это сделать фильтрацию по вашим устройствам, которые вы входите в роутер. Здесь вы делаете enable и добавляете MAC адрес вашего одного компьютера, второго компьютера, третьего компьютера, который вы подсоединяете по Wi-Fi и также телефоны и все, что вот у вас в сеть входит, вы все это здесь прописываете и тогда только эти устройства могут пользоваться данным Wi-Fi и все, никто больше другой к вам не подключится. Вот это вот стопроцентная гарантия, что ваш Wi-Fi не будет использоваться никем другим. Вот в принципе и все. Вам понравилось это видео? Если да, то ставим пальцы вверх и подписываемся на мой канал. Прямо под этим видео вы можете найти ссылку на мой сайт Компьютерный гений и группу ВКонтакте. Заходите туда и будьте в курсе последних видео и новостей. И у меня к вам такой вопрос. Какие у вас бывают проблемы с компьютером или компьютерными программами? Обязательно напишите об этом в комментариях прямо под этим видео. И следующее видео я сниму как раз по этой тематике и помогу решить вам вашу проблему. С вами был Бойко Алексей. Всем пока.